Вы знаете, что такое провокация? Провокация это когда с помощью каких-то психологических манипулятивных приемов человека заставляют делать то, чего он делать не собирался. В конце этого ролика я прикреплю два видео с ютуба, да, с того самого ютуба, который заблокировал мой канал, за то, что я к своему ролику прикрепил видео с курицами в курятнике, и еще одно видео из какого-то магазина. И вот теперь ответьте сами себе на вопрос, а не является ли все то, что нам показывают провокацией, а точнее сексуальной провокацией? Например, вы идете в магазин для того, чтобы купить хлеба, мясо или молока, и тут какая-то баба крутит перед вами практически голой жопой. И я абсолютно уверен в том, что когда вы ехали в этот магазин за продуктами, то вы совершенно не думали о сексе. И тут на вас ни с того ни с сего неожиданно вдруг сваливается эта навязчивая реклама в виде практически голой жопы. А что вообще означает, когда вас начинают закидывать навязчивой рекламой? А это значит, что вам хотят продать то, что вам абсолютно не нужно. Секс в жизни мужчины абсолютно переоценен. И поэтому значение в жизни мужчины, так сказать, поставщиков секса, то есть женщин, тоже переоценено. Понимаете, ну не нужно вам всего этого в таком количестве. Большинство млекопитающих вообще спаривается один или два раза в год. Но человек ведь тоже млекопитающий. Но вот только самки млекопитающих сами себе находят пропитание. А вот самка человека требует от мужчины, чтобы он ее кормил 24 на 7. Но вот столько времени рядом с собой для секса она ему точно не нужна. А поэтому задайте сами себе очень простой вопрос. Зачем вам содержать женщину все то время, когда вы ее не ебете? Продолжение следует...